Калязинцы отметили Международный День Детей и наступление лета в городском парке. Там царила праздничная атмосфера, работали аттракционы, продавались сладкие угощения. Гостями и зрителями стали воспитанники детских пришкольных лагерей, которые с этого дня начали свою работу при образовательных учреждениях города и района. А также, кроме них, пришли многие семьи со своими детьми. Тем продолжит наш корреспондент. В День Детей Калязинский Дом Культуры подготовил для ребят целую концертную программу. Детские танцевальные коллективы показали свои номера. Солисты и вокальные ансамбли исполнили песни о лете и дружбе. Во время летних каникул в Калязинском районе будет открыто 9 лагерей дневного пребывания. Один лагерь труда и отдыха на базе Неральской средней школы. И загородный оздоровительный лагерь «Буревестник» в Паулино на берегу Волги. Мы всегда говорим, что дети – наше будущее. Берегите себя. Сейчас летнее время, первое отдыха. Правильность ведите себя на дороге, на водоемах. Говоря о безопасности летнего отдыха, ему в Тверской области уделяется пристальное внимание. Поэтому в летних лагерях проводится профилактическая работа с ребятами. Сотрудники Калязинского отделения ГИМС проводят с детьми беседы на тему безопасности на водных объектах. Мастер-классы по правильному закреплению спасательного жилета при катании на водном транспорте. Ремни между ног, чтобы дети, потому что дети могут руки поднять вверх и жилет из него выскочить. То есть, одели жилет, сели в лодку по правилам безопасности. Также при катании покатались, вылезли из лодки и также на берегу сняли жилет. Жилет поможет вам спастись. То есть, даже попая в воду, вы будете в таком положении. То есть, голова будет в таком положении находиться. Вы не заклепнетесь. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе в Калязине открылась новая скейт-площадка. Появилась она благодаря участию горожан в программе поддержки местных инициатив Сверской области. Этот проект был инициирован молодежью и поддержан предпринимателями города, которые выделили часть средств на ее установку. Теперь ребята смогут продемонстрировать свои умения на трюковых велосипедах, самокатах, скейтбордах на новом спортивном объекте. Отдых в спортивном стиле становится у юных колязинцев все более востребованным. А администрация муниципалитета поддерживает их в этом стремлении.